Значит, смотрим по цифрам. Я уже сказал вам, что из 140 миллионов евро в рочных ценах онлайн-продажи займут 560. Общий объем до кризиса я оценивал 3,5 миллиарда по году. Объем рынка белья, колгот, предпостельные и так далее. Вот после того, как мы разгонимся в течение года, в лучшем случае он достигнет 2,8 миллиарда. То есть, посмотрите, доля традиционной торговли была 3,3 миллиарда, станет 2,3. То есть, миллиард теряем. Вместе с тем, те 400 компаний, поставщиков и производителей, они останутся, казалось бы, на этом рынке, наскокожившимся. Доля упадет, и многие компании будут банкротиться. То есть, это следствие этого пункта, то, что вырастет интернет-продажи, вырастет и вообще рынок скукожится, приведет к тому, что через обанкротство среди поставщиков и производителей рынок почистится. Так кто в зоне риска из этих компаний? У кого были серые и черные каналы доставки? Конечно, в большом-большом находятся с большим риском. Таких компаний много. Я вот оцениваю наш рынок процентом на 70, серым, который был. Вот сейчас, безусловно, там на процентов 90 он станет белым. Поэтому такие компании находятся в зоне риска, которые искали альтернативу белым поставкам. Кто не создал и не контролировал товаропроводящую цепочку? У них тоже. Они потеряли. Нет у них этой цепочки. Ее и не было, а теперь и вообще ее не создать, кроме как пойти на вал. Поэтому такие компании тоже в зоне риска. У кого не было сильного такого интернет-мышления, которые считали, что мы будем работать по старинке, у нас есть мелкая розница, которая нас всегда покупала, и буду работать по старому. Все. Если у них нет не то, что даже это интернет-мышление, а знаний таких, которые надо было приобретать в свое время, то они сильно-сильно опоздали. И они-то находятся в большей зоне риска, чем те, кто в свое время все делали. Так. Кто не работал на перспективу, давал товар ситуативно реализацию, была огромная дебиторка. Ну, естественно, они находятся в более таких, в более плачевном состоянии. Причем, кроме этого, еще посмотрим на страны. В некоторых странах поддержка бизнеса очень сильная, в некоторых слабая. Безусловно, компании из Дермании, из Испании там находятся в более выигрышном состоянии, положении, чем те компании, где никакой поддержки не было. Там меньше поддержка у латышей, там у поляков меньше поддержка. Поэтому тоже произойдет, вот, произойдут такие вещи, когда, ну, более сильные, естественно, будут выстраивать новые цепочки, и у них есть для этого средства. Вот. Но я не буду конкретно называть, мне нельзя называть компании, которые в зоне риска очень сильно, и компании, которому вырастут. Кого-то не назову, будут обиды, и опять же, это такие вещи, которые не нужно публично озвучивать. Китай в целом вырастет, потому что мы видим, сколько, и одежники это подтверждают. Вот в этом, на кого я ссылаюсь, вы посмотрите, там точно они рассказывают, там цифры есть. Я без цифр, а у них есть точно цифры, как, что происходит в этом бизнесе, и сколько продукции скопилось в портах, портах или портах, огромное количество, и еще в движении идет. И это все не имеет сбыта. То есть товар приходит, а многие компании не могут их забрать и выкупить. Поэтому такой коллапс может наступить, и поэтому, естественно, куда может ринуться вот эта вот вся лавина? На те рынки, где они не защищены. Все в Европе структурировано, там работают компании системные. Там просто нет садоводов, куда бы они поставили свою продукцию. И там все-таки следят за рынком. У нас же вот эта вот волна, это цунами может накрыть наш рынок российский, может и украинский накрыть. Потому что много товара придет к нам по хорошим ценам и хорошего товара. И он будет, конечно, давить очень всех, на нас будет давить. Ну и игрок, повторяюсь, да, может появиться. Ждем его с нетерпением или с опотением. Не знаю, тут кто как. Значит, 6 месяцев будет рынок, вот я его называю в таком изумлении, отложенный спрос, кинуться в онлайн. Поэтому, знаете, вот как агония бывает, там, ох, розовенький стал, а потом взял и умер. Так вот что-то нас такое ждет и в нашем рынке. Будет оживление, а потом, конечно, сильный-сильный период депрессии. И я не заглядываю дальше одного года. Потому что точно год, это депрессия, это минус 60% закладываем, которое в расчеты, а дальше неизвестно. А что будет с курсом? А что будет с нефтью? А что будет с погодой? Понимаете, поэтому тут вот... Эти моменты там уже пока не прогнозируемы. Нам бы вот этот период пройти и остаться. Так, ну, естественно, усиление... Я прогнозирую, и вы, как люди опытные, давно на рынке, понимаете, что усиление фискальной нагрузки. Недаром у нас премьером стал Мишустин, который пришел из организации, которая все это сделала, ну, на порядок лучше, чем было раньше. А сейчас его заместитель стал начальником. Ну, тоже надо показывать и государству при выпадении доходов... Так. Что-то вышло. Что-то нас выбило. Так, я есть, да? Это меня выбило, наверное, не вас. При выпадении доходов от нефтегазовой отрасли, вообще от экспорта энергоносителей и других сырьевых ресурсов, они перейдут на новый источник, на новую скважину. Это народ, да, люди. Потому что мы не понимаем, что на счетах-то триллионов лежит рублей, огромная сумма, и государство считает, что, ну, у людей есть деньги, есть база, которую можно использовать для того, чтобы, опять же, качать налоги. Поэтому прогнозирую жесточайший прессинг в этом плане. Надо быть готовым, что будут ходить, потому что, ну, все-таки будет план, как бы там ни говорили, оно всегда есть. У них план по сбору налогов. Вот мы смотрим. Все будет спущено на места, и окучат каждый магазин, будут смотреть очень пристально. Поэтому обращаем вот на это внимание. Так, дальше. Мы говорим о маркетинге или маркетинговая инновация. Это тоже продукт. Тот, кто сможет найти новые какие-то пути, новые каналы, это является огромным конкурентным преимуществом и таким вот продуктом. Новые форматы торговли. И, вообще-то, и старое можно упаковывать в новую оболочку и придавать какой-то уже другой вид. Вот. Ну, я уже говорил, что, в принципе, можно создавать новую сеть товаропроводящую, объединяющую поставщиков и розницу. Интернет-проект со связью с оффлайном. Но он в зачаточном состоянии, он обсуждается в узком кругу. И, скажу так, ну, потихонечку движемся к пониманию, как это может все работать. Что из этого получится, непонятно. Но это попытка как раз сделать маркетинговую такую инновацию, которая становится игроком на рынке. Ну, и, скажем так, получает огромное конкурентное преимущество. Вот. Ну, такой амбициозный проект. Кто знает, как получится. Ну, что еще? Регулярная встреча, обмен опытом. Да. Это наверняка после снятия ограничений, наверняка это получит распространение. То есть, я его называю бизнес-туризм. Это поездки от одного к другому, обмен опытом, поездки на компании какие-то. Наверняка это все будет развиваться. Дальше, что я вижу. Смотрите, вот в России большие сложности с организацией производства. И издержки большие, и нагрузки фискальные и так далее. Ну, масса проблем. Не будем сейчас детально обдаваться. Вместе с тем, Украина сейчас является, скажем, таким пошивочным цехом Европы. Я много смотрю и общаюсь с людьми, которые там живут, работают. Слушаю выступления тоже специалистов в отрасли, в разной. И, в общем-то, такое у меня создается впечатление, что это страна, где можно размещать производство. Вот я обращаюсь к тем, кто собирается что-то делать, размещать заказы. Вот. Или, ну, что-то более серьезное там делать в плане организации своего дела. Обращайтесь. У меня есть контакты, скажем так, людей, у которых есть все. Есть, допустим, 100 швей. Вот они работают. Есть оборудование, которому один год, которое может шить практически все. Вот есть раскрытые комплексы, то есть полная инфраструктура для запуска производства в течение месяца-двух. Пожалуйста, я вам могу дать контакты. Ну и вообще, компании украинские являются, ну, скажем, для того, чтобы поставлять в Россию, пока это фантастика. Но это может идти и на украинский рынок, может идти в Западную Европу. Потому что Украина воспринимается на бытовом уровне в Европе, как страна европейская, которая как бы уже в Европе находится. Это на бытовом уровне. А это очень важно. Это важно для людей, которые там принимают решения инвестировать или что-то там размещать. Потому что, ну, действительно, это так. Уже десятки лет люди работают на Европе. Работают очень профессионально, классно. Размещать производство в Украине сейчас выгоднее намного, чем в Китае. Это и объемы, это и логистика, это и ментальность. Там все в одно складывается. Поэтому, да, мы в России не имеем этого, ни инфраструктуры, ни производства, ничего. Там хоть инфраструктуры такой нет, но зато там понятные отношения с Европой по материалам, по оборудованию, по лизингу там и так далее. То есть, много проблем, но при этом это не те проблемы, которые у нас. Так, ну вот, что касается того, как я вижу, каким наш рынок будет после того, как скажут, да, пожалуйста, работайте. Вот эти вот угрозы, и фискальная нагрузка, и цунами интернет-продаж. Ну, видите, как мы сегодня уложились быстро, да. В принципе, я вот сказал то, что хотел сказать. Может, что-то повторить, где-то повторился, где-то что-то новое. Вас у нас 49 человек. Я включаю сейчас всем микрофоны. Аня не сидит на месте. Она организовала у себя в социальных сетях, во всех этих вот цепочках контактов со своими клиентами. Вот эта вот группа, она ведет, и помогает людям. Не только информация о том, что происходит, она не навела юриста, который консультирует по всем вопросам, которые сейчас возникают. А их возникает масса. То есть, помогают составлять документы, обращаться в органы какие-то для того, чтобы каким-то образом улучшить свое положение. Аня, я тебя включаю, скажи слово нам. Здравствуйте всем, рада всех видеть, слышать. Ну, ситуация что, в Украине в целом, в принципе, она не лучше явно, чем в России. Мы немножко раньше вошли в этот карантин и кризис, чем вы. Выходить будем тоже очень долго, я считаю, из-за этого. Абсолютно с вами согласна, что это минимум полгода вообще просто каких-то восстановительных процессов, что еще нельзя назвать работой. Ну, основная задача, понятно, наша сейчас, это объединиться и удержаться. Мы все время в контакте со своими клиентами, очень быстро отреагировали относительно юридической помощи. То есть, возможно, рассмотрите, ну, это рекомендация крупным поставщикам в России, потому что все ваши клиенты, у которых мелкий бизнес, они, по сути, брошены. То есть, они не знают, как на сегодняшний день вести переговоры с арендодателями крупными. Понятно, что не знают своих юридических прав. То есть, мы действительно наняли юристов, создали отдельную почту, куда принимаем все вопросы и помогаем составлять юридические письма для борьбы с арендодателями. Плюс информационная поддержка, в принципе, о том, что происходит, какие новости. Коммуникация между производителями и нашими клиентами тоже. То есть, сейчас очень многие производители задают вопросы, а что же делать дальше, а что нужно улучшить или что сделать, какие действия вообще предпринять для того, чтобы удержаться на рынке. То есть, мы тоже их переадресовываем нашим клиентам и задаем им эти вопросы. Ну, в целом так. А вообще, мы начали еще отшивать маски, получили на них сертификаты. Маски дизайнерские, очень красивые. Кину потом куда-то ссылку в какую-то общую группу, посмотрите. То есть, может быть, они и для России будут интересны. Украинские сертификаты получены. Ну, а в России надо думать, как их, если что, привезти. Но, думаю, что интересная тема, посмотрела у вас на Вайлдберри с таких лет. Так что, если нужно, обращайтесь. Как он будет новая мода, наверное, ходить по улице после этого карантина в масках, кто в какой. Я вам хочу сказать, что мы и создаем сейчас этот новый тренд и новую моду. То есть, мы их назвали баф-масками, да, которые можно использовать потом в будущем. Там и на горнолыжных курортах, и, в принципе, как мода. Поэтому мы именно так их и продвигаем сейчас. Ну, надо уже делать тогда и на глаза в самолеты, да, тоже летать начнем. А что они такие некрасивые? Надо, чтобы все проходили и смотрели, и будили. А где такое вы взяли? Ну, я вам хочу сказать, что у нас пошла по соцсетям уже, я смотрю, у разных достаточно известных в Украине. Там лиц, которые там, психологи, еще кто-то, кто уже репостит наши маски. И говорят, что очень интересная тема, вплоть до секс-игр дома с этими масками. Видите, как, в каком направлении пошло движение. Еще я хотел сказать, я все время, вот Анатолий, вот Анатолий, посмотри на нас, мы тебя видим и любим. Ты генерал все-таки. Он все время генерирует какие-то интересные афоризмы, да, ну, не афоризмы, но интересные высказывания. Вот недавно от него услышал, что, в принципе, хотели обнулить у нас президента, а обнулили всех нас. Вот, поэтому все в таком находимся положении. Анатолий, вот что ты можешь сказать по поводу, ну, каких-то, у тебя же тоже мысли есть всегда. Ты можешь поделиться, что мы сейчас делаем? Вот я тебя включил. Здравствуйте, да. Мне всегда что сказать. Я просто громко не могу говорить, что-то сегодня горло болит. Я хотел бы что сказать. Конечно, сценарии и планы у каждого, они индивидуальны. Здесь, наверное, очень трудно поделиться, потому что у всех разные возможности, разная ресурсная база от разных моментов могут оттолкнуться. Есть очень сильные позиции у наших коллег, я их здесь вижу. А есть кто, в общем-то, и рассчитывать не на что в такой ситуации. Я бы хотел что сказать. Я сторонник того, что сейчас самое главное, коллеги, нам спасти свои ресурсы. Потому что это, может быть, кажется дико, к чему я призываю. Если вы видите, что вы их проедаете, то лучше закрывайтесь, увольняйте свой персонал, не знаю, белье свозите домой и постарайтесь пересидеть. Потому что если вы сейчас проедите вот этот небольшой свой ресурс, вы потом не подниметесь. Это, я не знаю, кто-то занимался серьезным альпинизмом или туризмом, все понимают, что как важно иметь вот тот запас, тот главный, ключевой запас. Если мы его израсходуем, то потом, в общем-то, даже убовать не на что будет. Поэтому здесь не надо бороться. Мы сейчас проводим очень такие тотальные мероприятия по сокращению сдержек, уменьшаем расходы, работаем над разными направлениями. И я, в общем-то, в этом отношении очень жесткую позицию занимаю. От персонала до наших каких-то непрофильных расходов. Я считаю, что здесь уже вопрос не чести мундира, не нашего присутствия на рынке, не ту долю, которую мы занимаем. Здесь важно сохранить вот то, что находится в области вашего управления. Потому что очень может быть, что скоро управлять нам с вами будет нечего. И поэтому мы останемся просто хорошими знакомыми, а уже не операторами на бельевом рынке. Поэтому здесь вот я скажу абсолютно откровенно, если кто-то чувствует, что там не дотянет, не вытянет, то, в общем-то, лучше сделать шаг назад или в сторону, ну, кому куда там придется. Но очень важно вот без розовых очков смотреть на ситуацию. Я всегда говорил, я вот не участник секты, все будет хорошо, мы прорвемся. Не прорвемся. Давайте вспомним, там, 41-й год, в истории человечества много знают факторов, когда там люди подходили к последней черте, и их образ жизни менялся там совершенно другим образом. Как это было в перестройку, когда инженеры уходили, врачи уходили на рынки торговать и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому не исключаю, что такое может быть и в отношении каждого из нас. Если, вот я уж как бы говорил о нас, как о людях, как о личностях, как о предпринимателях, что я бы посоветовал, конечно, это накапливать свой интеллектуальный потенциал. Надо, конечно, учиться и учиться и учиться. Даже если представить самый грустный сценарий, что мы окажемся на рынке труда, то, поверьте, наверное, во-первых, вы как предприниматель, имеющий уникальный опыт, у вас ценник будет выше. А если вы еще обладатель, владелец каких-то технологий, каких-то знаний, обладаете определенными навыками, можете гордиться каким-то опытом, я думаю, что ваш ценник будет намного-намного выше. Может быть, кому-то покажется, что я немножко так пессимистический, но я понимаю, что мы должны думать не только о спасении своего бизнеса, но и о себе и о тех людях, которые находятся рядом с нами. Это не надо исключать, потому что мы можем, конечно, высокие категории перебирать, но не надо забывать и о себе, как о специалисте, о профессионале, и с чем мы можем выйти на тот рынок, если что-то пойдет, если мы не так, как планируем. А это, в общем-то, не исключено. Если кто-то мне может возразить, я бы хотел послушать, на какие он аргументы опирается и надеяться, что там все вернется в прошлое. Скорее всего, маловероятно, что все это вернется в прошлое, и немножко как бы вот отвлекаясь от нашего бизнеса, я думаю, то, что происходит, оно, наверное, должно произойти. Потому что наша страна, я про Украину не скажу, что мы, конечно, жили непосредством. Страна, которая живет абсолютно на углеводородных ресурсах, мы очень мало что производили конкурентоспособность на мировом рынке, и поэтому что происходило? Конечно, колоссальное количество ресторанов, невероятное количество фитнес-центров, величина вот этой составляющей, не фитнес, а сервисной структуры в России такое приобрела масштаб, который, в общем-то, ничего кроме удовольствия, ну и, может быть, каких-то там элементов, связанных со здоровым образом жизни, ничего больше не производило. А по сути, это же внутренний продукт, он на мировом рынке неконкурентоспособен, и, конечно, этот баланс нас потянул вниз. И я так понимаю, что наше правительство на сегодняшний день вот от нас, от тех, которые области неконкурентоспособны, он просто-напросто отказывается и не собирается помогать. Я не знаю, вы видели, вот россияне, наверное, видели список, да, кому в текстильной промышленности? Там порядка, могу ошибиться, 200 или 300 предприятий перечислено, которых в первую очередь. Ну, там, например, такая градация. От миллиарда до 2,5 миллиардов, а 2,5 миллиардов там выше и так далее. Там эти предприятия разбиты. Я так понимаю, что мы далеко не все входим в эту сетку. Я там знакомых лиц-то как-то не увидел, да. Поэтому тут рассчитывать о том, что у правительства болит голова о сохранении торговли и сферы услуг, ну, совсем не приходится. Потому что оно не видит нас никакой поддержки и помощи с точки зрения выхода, как бы, государства вот из этого кризиса. Ну, может быть, моя точка зрения спорная, но я вот так понимаю, что, ну, наверное, мы получили то, что получили, конечно. Не мы виноваты в этом, я ни себя, ни коллег не виню. Такие были правила игры установлены, что мы работали в условиях этой черной атмосферы, черный товар, черные поставки, черные деньги, черные зарплаты, серые там посередине немножко. Поэтому, ну, что получилось, то получилось. С точки зрения, ну, как бы, позитива, я бы что хотел сказать. На мой взгляд, вообще время, которое там мы предполагаем, что оно скоро придет, не знаю, насколько это скоро, это может действительно и год, и два быть, позитивным я что вижу? Я так понимаю, что в нашем государстве есть некоторая сумма денег, и она не уменьшится. Это факт. Ну, деньги, как бы, ликвидировать не будут. Есть такой, конечно, процесс, когда часть оборота, часть денежного обороженного государства выводят, но я думаю, это не тот случай. То есть я хочу подчеркнуть, что деньги-то в государстве были, есть и будут. Вопрос, как они будут распределены. Скорее всего, если они как-то там ровным слоем, ну, чего и нам там хватало, в общем-то, в прошлой жизни, конечно, по-другому эти деньги будут распределены. Скорее всего, это во властных структурах, в банковских структурах. И люди, люди, которые сейчас потеряют накопление, они, в общем-то, наверное, попадут в очень сильную зависимость к этим структурам для того, чтобы там средства на проживание. Точно так же и бизнес. Многие обращаются сейчас за кредитованием. Ну, вопрос, насколько целесообразный, вопрос открытый. Но я так понимаю, что на самом деле денежная масса будет не меньше, поэтому мы как-то можем на это рассчитывать. Понятно, что рынок ждет очень серьезное ограничение потребления со стороны людей. Ну, и перефокусировка, конечно. Потребитель совсем сейчас другими вещами будет жить. Это еда, одежда, дети, скорее всего. Я не думаю, что после того, когда даже все уляжется, люди кинутся в наши бутики, вот, скорее всего, как бы ситуация будет немножко другая. Вот. Но, тем не менее, я так понимаю, что белье востребовано. И поэтому на гигиеническом уровне. И это как бы очень важный фактор. Это не вопрос, там, не знаю, каких-то вещей, которые можно в сторону отложить. Поэтому так или иначе, вот о чем Анна Баландина говорила, конечно, расспрос будет на базовую часть, на какие-то более утилитарные предметы, которые мы продаем и производим. Поэтому, конечно, наверное, акценты будут взбытия по-другому расставлены. Как, конечно, никто не знает. Что я хотел бы еще сказать? Мне кажется, что открывается еще одна возможность очень хорошая. Вот Михаил Сколь сказал, мне кажется, нам надо выходить за свои территории, за территории своих стран. На фоне того, что, конечно, я думаю, сейчас таможенные и санитарные кордоны будут работать в более жестком режиме, товародвижения, скорее всего, мне кажется, будет испытывать все-таки какое-то облегчение. Поэтому, конечно, надо, ну, не знаю, кому-то забыть обиды, амбиции или там страхи. Вот, наверное, нужно наладить вот этот и межгосударственный товарообмен, и партнерство, и сотрудничество, как это было там до 2014 года. И, в общем-то, мне кажется, что и Россия большие рынки, рынок и Украина, и, как бы, те страны, которые находятся рядом. Очевидно, что в Европу войти сложнее. Вот, хотя мы там работаем, мы понимаем, что цена входа на этот рынок очень-очень высока, и сдержки по продвижению товара, в общем-то, я не уверен, что сейчас мы сможем компенсировать. Потому что Европа находится тоже в ситуации, я так понимаю, переформатирование, переоценки многих-многих вещей. Что еще хотел сказать? Что, конечно, наверное, не просто хотел сказать, но еще посоветовать. Приглядитесь, в общем-то, сейчас на рынке действительно есть много информации, приглядитесь внимательно к технологиям. Ну, я как бывший инженер, для меня слово технология, это, в общем-то, обычное слово, я им часто пользуюсь, потому что я понимаю, что нет технологии, нет ничего другого. Вот мы даже сейчас с вами, вот чего, мы сейчас используем некую технологию передачи изображения, передачи сигнала на расстояние, вот таким вот образом. Поэтому я считаю, что надо очень внимательно посмотреть, сделать акценты на безлюдные технологии. Конечно, в торговле и в производстве, если говорить о швеях, это сложнее, но тем не менее, потому что человек нам, человек как сотрудник, нам будет обходиться дороже и дороже, и дороже. Ну, они и сейчас нам как бы недешево обходятся. Ну, в будущем, я думаю, что в том или ином объеме вся социальная нагрузка так и будет лежать на бизнесе. Государство, в общем-то, навряд ли будет участвовать в таком активном процессе поддержки своего населения. Поэтому я, в общем-то, это одно из наших, моих занятий, которыми там я занимаюсь. Меня слышат, нет? Слышно, слышно. Просто сейчас отключим, перезайдем. Осталось 8 минут. Ну, я заканчиваю. Просто, ну, может быть, у меня коллектив больше, разноплановая деятельность, но я считаю, что мы уже как бы нашли и до этого что-то, внедряли технологии, которые позволяют очень сильно сократить количество участников в тех или иных бизнес-процессах. Поэтому обязательно приглядитесь. Один, два, пять, там, не знаю, 25 человек, если вы сможете заменить на какие-то информационные, какие-то коммуникационные, автоматизированные системы, системы аналитики, системы управления, с точки зрения, там, это может быть и бухгалтерия, и вопрос инвентаризации товара, ревизии, анализ ассортимента и его продаж и так далее, и тому подобное, то, я думаю, вы меня помянете добрым словом, что, в общем-то, эти суммы, которые идут на зарплату, на налоги, на там, социальное сопровождение, в общем-то, мы сможем, ну, или положить в карман, или инвестировать в самих себя. Ну, и в конце я, в общем-то, всегда задаю, с кем вот нахожусь в близком общении, часто задаю один и тот же вопрос. Вот вы в прошлом году сколько потратили средств? Я не прошу сейчас произнести, вы просто в голове там вспомните цифры, сколько в прошлом году вы потратили на товар, на закупки. А теперь, как бы, вы вспомните, сколько денег вы потратили на себя любимого, я сейчас не про Турцию, а для того, чтобы вырасти как профессионал. Не кажется вам, что такая, какая-то чудовищная асимметрия, что там мы в трусы инвестировали миллионы, а может быть, кто-то миллиарды, вот, а в себя, в лучшем случае, там, народ в памяти копается-копается, хорошо, если вспомнит там 10 тысяч рублей, что-то прослушал или две толковых книжки купил. Вот, я просто хочу сказать, что давайте понимать, что мы тоже ресурс в нашем бизнесе, очень важный ресурс, к тому же еще управленческие, инвестиции в самого себя, это как бы очень-очень важны. Как последнее, что приведу, цитата, был такой академик Ландау, если вы помните, у него очень непростая жизнь была, он там и ГУЛАГ захватил, и многое чего, и когда у него спросили, товарищ академик, что бы вы посоветовали молодому поколению, он сказал, что в этой жизни можно потерять все, можно потерять деньги, потерять работу, можно жену потерять, жена может уйти, дети могут там от тебя отвернуться, все, что ты можешь потерять, все, кроме одного, это твои знания и твой опыт. Вот на этом я хотел бы закончить и посоветовать быть жадными до знаний, любопытными и, в общем-то, может быть, фанатично преследовать эту цель. Спасибо, Анатолий. Очень не пессимистическое, наоборот, оптимистическое выступление. Я абсолютно... Я не знаю, почему ты меня в пессимисты записал. Я понимаю, что, как профессор Преображенский сказал, что где бардак-то и хаус-то? Это у нас в голове. Точно так же, я думаю, и катастрофа, и депрессия, все там появляется. Ну, смотрите, действительно не страшно, может быть, пойти в наемные работники, потому что иногда наемные работники в хорошей компании получают... Вы можете получать там, ну, не конкретно вы, а вообще кто разорится, значительно большее средство, чем он имел, тем более разорившись. Поэтому путь есть. И второе, не будем забывать, по оценкам, опять же, не знаю, насколько они объективны, 60% в экономике работает. Это предприятия непрерывного цикла, системные какие-то компании, работают МВД, работают... В армии получают зарплату бюджетники, чиновники и так далее. Поэтому действительно деньги есть, и их меньше не становится в стране. Так, если сейчас прервемся, то просто перезайдем снова. Вот я хотел бы еще дать слово Алии Ковенко. Она все-таки розница, и такая активная-активная розница, что хотелось бы ее послушать. Ал, как ты там себя чувствуешь? Сочи, подождите. Да, все, мы тебя видим, и это... Нет, ты куда? Слышите, да? Слышите, да? Мы слышим тебя. И видите, да? Да. Слышите и видите, да? Здравствуйте всем. Представь. Слышите, да? Какая розница? Вот у нас очень большая ошибка лично у меня. У меня огромное... Это Киев. Уалы в торговом центре и в других торговых центрах в магазин и бельях. Вот. Правильно. Давай. Ну вот у меня, это лично моя недоработка, я сейчас локти кусаю, у меня не было налажено обратной связи с своими покупателями. Я посмотрела, у меня в базе больше двух с половиной тысяч людей, в базе по продаже, с которыми мы ничего не делали. И сейчас, когда мы пробуем с ними общаться, они смутно помнят, кто мы такие. А реально клиенты потенциальные. Вот у меня вчера девочка такая, такой хороший там клиент у нас. На 300 евро она скупилась онлайн. Ну, есть, только мы этот момент пропустили. И как вот его сейчас о себе заявить, что мы есть, у нас хорошие вещи, и люди все у нас хорошие клиенты. Мы просто не работали, сидели-сидели в магазинах, пришли кто-то, обслужили, все. И мы о них забыли. Ну, это вот лично я. Я так работала, как-то не знаю, то времени у нас не хватало, чтобы с клиентами, мы даже их на день рождения толком не поздравляли. И начали вот эту продажу через онлайн. Так как мы особо в этом не понимаем, для нас это очень тяжело. Но за первые, ну, первые две недели мы сидели, плакали, ничего не делали, когда я поняла, что денег скоро не станет, надо что-то делать, мы попробовали онлайн. Ну, и так, если мы вообще новичок, и делали мы все это своими силами, у нас двиг есть. У нас двиг есть, и как будто бы надеемся, что будет все хорошо. Что дальше делать с магазинами, я боюсь, арендодателей нам арендум не все хотят скосить. Вот если у меня в олимпийском аренда это в долларах перевести будет 2000 долларов, вот три месяца это 4000 им надо отдать. И они сказали, что они не хотят свои деньги терять, а президент наш сказал, как, по согласованию двух сторон. Если мы найдем общий язык, ну да, пожалуйста, за согласию двух сторон. Наша сторона не дуже хочет. Нам прямо сказали, что не можете платить, извольняйте место, на ваше найдется. Что будет дальше, например, чисто в олимпийском с моим магазином, я не знаю. Но заплатить импися виходу с карантином, ну, если это уже будет три месяца, по 2000-6000 долларов, у меня их просто не мали. Но если я это сделаю, это все, я пью на улицу. Ну, сложная ситуация, но думаю, действительно, вот о чем я говорил, все-таки силы свои рассчитай, потому что потока такого не будет, а со своими клиентами, если они есть, ты в любом месте их обслужишь. Вот. Алла, спасибо. Сейчас нас, наверное, немножко вырубит. У меня просил слово Олег из Москвы. Сейчас вот это вот я включу Олега. Олег? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Олег и Татьяна, да, Михаил с вами знакомый, встречались на выставке. Мы немножко скажем о себе, да, мы компания, которая вывела огромные розничники. И на момент нашего первого кризиса у нас было 22 магазина. Сейчас мы оставили только ликвидные 12 площадок. Да, Левинет. Сейчас мы оставили только ликвидные 12 площадок. В принципе, когда мы влетели в этот кризис, у нас было достаточно сухое понимание, потому что мы вышли только из своего внутреннего кризиса, пройдя все, скажем так, ступени этой истории и первую историю. Ну, первое, с чем мы столкнулись, мы что сделали? Мы подключили опыт крупных систем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова